Если у вас не работает бензопила, это не повод сразу же нести ее в сервис и платить кучу денег. Меня зовут Степан Латыпов и сегодня я расскажу, как исправить наиболее распространенные неисправности в бензопиле, используя всего лишь два этих стандартных ключа. Самая частая неисправность в бензопиле, с которой мы сталкиваемся, это бензопила не заводится. В первую очередь, поверьте, как глупо бы это не выглядело, нужно проверить, есть ли в баке бензин. Даже профессионалы нередко пытаются завести бензопилу, которую они перед этим не заправили. Мы открываем и смотрим, есть ли у нас в бензобаке бензин. Если его есть совсем чуть-чуть, то возможно, что его недостаточно, чтобы всасывающая головка его захватила. После того, как мы убедились, что топливо есть, нам нужно проверить, есть ли искра и в каком состоянии свеча. Первым делом мы осматриваем свечу. Если свеча мокрая, покрыта топливной смесью, то сопротивление зазора увеличивается настолько, что искра его пробить не может и искра полностью отсутствует. От чего это происходит? Это происходит от того, что при положении с закрытой воздушной заслонкой, мы когда заводили, к примеру, не услышали маленький выстрел, который произошел, то есть не услышали, что пыла схватило. Продолжаем ее дергать дальше и из-за холодной погоды, к примеру, топливо конденсируется на свече. И полностью препятствует воспламенению смеси. Если у нас свеча мокрая, сейчас она чуть-чуть, кстати, мокровата. После того, как мы ее выкручиваем, мы делаем несколько раз вот такие вот движения. Таким образом мы даем воздуху зайти в цилиндр и сушим сам цилиндр, чтобы потом остатки смеси не набрызгали на высохшую свечку. Свечку мы вытираем какой-нибудь ветошью. Иногда достаточно протереть перчатками. Если у нас качественное топливо без добавления солярки, печного топлива или чего-нибудь такого, то она высохнет довольно быстро. Если у нас свеча в порядке, на вид вроде бы сухая, то мы должны проверить, есть ли у нее искра. Потому что если есть искра, смесь обязательно воспламеняется. Для этого необходимо свечу положить на массу. Масса – это любой металлический прямой контакт с цилиндром. В данном случае это вот этот вот болт. Как следует прижать и энергично дергнуть. Если искра есть, значит зажигание скорее всего в порядке. Вот мы столкнулись с ситуацией, что топливо в бензобаке есть. Свеча у нас сухая. Свеча исправна. И она дает искру. Но бензопила все равно не заводится. Один из вариантов – это потеря компрессии. Проверяется довольно просто. Большинство бензопил должны подниматься за ручку стартера. А этой бензопилы неплохая компрессия. Скорее всего будет порядка 8. Если она поднялась очень легко. Ну, здесь сложно продемонстрировать. То вполне вероятно, что у нее повреждена поршневая система. И ей предстоит серьезный дорогостоящий ремонт. Если все-таки компрессия в порядке. Топливо в бензобаке есть. Свеча исправна и подает искру. Значит, скорее всего, топливо теряется где-то на подходе к карбюратору или к карбюратору. В этом случае самостоятельно исправить достаточно сложно. Там много мелких деталей. И при прочистке, при промывке карбюратора зачастую нужна альтразвуковая ванна. Вот в этом случае стоит сходить в сервис. Но для того, чтобы удостовериться, что проблема именно в карбюраторе, нужно несколько раз дернуть. А потом понюхать в районе выхлопа. Здесь вот выхлоп идет оттуда. Нюхаем. Если мы чувствуем запах бензина, то, возможно, нужно еще раз прочистить свечу, заменить ее, дать бензопиле постоять, сменить топливо и попробовать завести ее еще. Но если мы довольно длительное время дергали, пытались ее завести, и из глушителя не пахнет бензином, значит топливо из бака до цилиндра не доходит. Мы бензопилу завели, начали работать, давим на газ, но цепь не вращается. Самая простая причина – это пила просто сама и случайно встала на тормоз. Тормоз нужно на себя потянуть до щелчка. Если нет, то всегда проверяем так. Щелчок есть, потянули на себя, значит в этом положении она снята с тормоза. Далее, с тормозом мы сняли, но цепь по-прежнему не вращается. Не исключено, что у нас заклинила звездочка шины. В этом случае мы неработающую пилу зажимаем, берем какой-нибудь предмет и пробуем разработать сначала с усилием, потом все легче и легче цепь. И вот у нас пила работает, цепь у нас вращается, но абсолютно не пилит. Это очень распространенная ситуация. Иногда даже бывает у некоторых профессионалов по забывчивости. Не поленитесь проверить, в какую сторону смотрят зубцы цепи. Режущая кромка наверху должна быть направлена вперед. И только так, иначе она пилить не будет. Если пила работает, цепь крутится и даже как-то пилит, но пилит плохо, это скорее всего тупая цепь. Ну и последняя, наиболее распространенная неисправность, это когда пила заводится, цепь вращается, цепь пилит. Но через пару минут после того, как начали пилить, от шины начинает идти дым. Это очень простая неисправность. Отсутствие масла в масляном бачке. В этот масляный бачок нужно наливать масло одновременно с тем, как заправляется бачок бензином. Если вы все сделали, но бензопила по-прежнему не работает, я расскажу вам коронный способ, что делать. Достаете телефон, заходите на наш канал, пишите в комментариях вашу проблему и мы оперативно вам ответим. Субтитры сделал DimaTorzok